Разгром грузинских наемников на Лисичанском направлении. Паника у ставленника Зеленского по Кривому Рогу. Что-то произошло серьезно. Какой-то очень серьезный прилет. Очередной скандал с украинским послом. И это не с Мельником в Германии. На этот раз Израиль. Многотысячная акция протеста в Кишиневе против Санду. Ну а также политической силе Макрона не удается набрать большинства. Вал повесток нарастает. А ситуация с бензином возможно решится к сентябрю. Также возможно к сентябрю, а может быть раньше, вернется в Украину Макдональдс. Приветствую друзья сводки с фронтов Украины и не только. 19 июня. Итоги. И начну я с сообщений, которые поступают с Лисичанского направления. Где получили артиллерийские удары грузинские наемники. И собственно говоря, это достаточно серьезное было поражение. И прежде всего они попали под артиллерийский удар и вынуждены были ретироваться. Ну и те, кто остался. Интенсивные бои на Донецко-Луганском направлении продолжаются. А вот интересное видео, очень короткое, можно посмотреть на моем телеграм-канале. Как бы обращение снял Вилкул. Причем в странной какой-то шапке. Ну собственно говоря, по его настроению можно понять, что произошло что-то серьезное. И попали в очень какой-то серьезный объект с очень серьезными последствиями. Вероятно, речь может идти о сообщении, которое было утром, о украинских генералах. Вероятно. Но это точно, конечно же, неизвестно. Но факт, что Вилкул намекнул, что все очень серьезно. Вообще ситуация с Крывым Рогом, кто помнит, достаточно мутная и странная. Где при загадочных обстоятельствах погиб мэр. А потом вот как бы Вилкул начал рулить там делами. Еще один скандал, друзья, произошел не с послом Мельником. Ну в принципе неудивительно, если было бы с Мельником. Да, уже не первый раз он использует различные обзывательства в сторону Шольца. И различные заявления, за что его в принципе хотели даже выслали с Германии. Даже петицию граждане Германии собирали за соответствующее решение. На этот раз отличилось ведомство, опять же, Кулебы и некоторые его представители по Израилю. Тоже суть конфликта у меня на телеграм-канале. Потому что, ну, разгул свободы слова демократии. Поэтому подписываемся на телеграм-канал. Там можно разместить большее. Ну суть тоже очень простая. Когда манипулируют определенные информации, перекручивают, то получаются потом очень нехорошие последствия. А в Кишиневе, друзья, сегодня было неспокойно. Многотысячная акция протеста. И как утверждает ряд источников, около 40 тысяч человек собрались с рядом требований. В том числе, одно из требований это отставка Санду. Как вы помните, в Молдавии тоже было принято ряд странных законов, которые не нравятся гражданам Молдовы. С одной стороны. А с другой стороны, в принципе, Молдова может получить тоже кандидатский статус в Евросоюз. Так же, как и Украина. Что, конечно же, возмущает ряд европейских стран. А ряд также кандидатов, которые до этого вроде бы стояли в очереди в Евросоюз. Ну а Зеленский, конечно же, в своем видеообращении говорит о том, что наступает историческая неделя. И вот, Украине дадут кандидатство. И знаете, люди опять живут как вот это безвизом, некоторые во всяком случае. Обещаниями Юценюка, помните, по 3 тысячи евро. Зарплаты, пенсии огромные. Ну и сейчас тоже, конечно же, пошла пора и череда обещаний. Ну и, конечно же, это все на фоне Донецко-Луганских сражений. Где как-то не очень ситуация для ВСУ. Но, во всяком случае, какое-то время можно этими обещаниями, собственно говоря, удерживать каким-то образом свой рейтинг Владимиру Зеленскому. Хотя, с другой стороны, каким образом сейчас можно проконтролировать его рейтинг официально, практически непонятно. Но тему кандидатства в Евросоюз, конечно же, будет активно юзать. Но все равно события на Донецко-Луганском направлении, вероятно, вынуждают, опять же, украинские власти повально раздавать повестки, потому что уже видео различные, а также сообщения в группах о том, что там появляются, там появляются. И как-то пытаются восстановить резервы. С бензином ситуация также пока что никак не стабилизируется. Пока только две страны вроде бы готовы продавать в больших количествах бензин в Украине и нефтепродукты. Но пока они дойдут, а дойдут ли, и вроде бы в лучшем случае к осени, может быть, чуть-чуть стабилизируются. С учетом того, что тот бензин, который сейчас продается на заправках, а во многих или в немалых случаях приводит к тому, что нарушает деятельность моторов, потому что бодяжа банальна. Но зато и есть хорошая новость для некоторых. Макдональдс может открыться опять в Украине и тоже, вероятно, с осени, но может быть, чуть раньше. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет... Продолжение следует...